Привет, ребята, это Сид. В прошлом видео посмотрели инструмент с приемок. А сегодня давайте сделаем небольшой обзорчик инструмента, который вы не найдете на приемках, скорее всего. Потому что такой инструмент не выбрасывают. И позвольте, это может не каждый. Этот инструмент пойдет на продажу в DirectLot. Так что мониторьте барахолку, в частности мою страницу. Но давайте начнем с чего-нибудь попроще. Вот такая вот оправка, 50-й конус. И смотрите, необычно вот это вращается отдельно от конуса, сделанный вот этот фланец или как его сухарь с шпоночными пазами. Но это неинтересно. Вот такой резец. Левый, да, удлиненная державка. Завышенный, завышенная высота от центров. Никогда не понимала, зачем здесь писать марку сплава на резце со сменными пластинами. Ну, может пригодиться, например, для проточки дисков. Левый, резец левый. Обратите внимание. Так, ну переходим к более серьезным вещам. Этот и последующий инструмент мне дали на реализацию. Я позволить себе такой не могу. Ну, давайте хотя бы посмотрим, пооблизываемся. Ну, вот такой расточной резец. Sandvik. Державка 32-я, да. Вот она с гранями, то есть можно устанавливать даже просто так на обычный резцедержатель. Вот такие пластины ромбические, да. Ну, для чистовых работ, конечно, это все, что-нибудь внутри поточить. Какие-нибудь канавки. С подводом СОЖ. Вот отверстие. Трубка. Очень длинный. Где-то, наверное, сколько? 300 миллиметров. Дальше пойдет оснастка для ЧПУ. Ну, вот такие инструментальные блоки. Так, вот маркировка. Д30-20. Это 30, это державка. 20, не знаю, что. Так, вот такой резцедержатель. Вот такой. Тут хвостовик 25 миллиметров. Поменьше. Тоже уплотнительное кольцо. Для подачи СОЖ. Подается СОЖ. Этот маленько БУ, этот новый. Вот такой вот. Тоже вот маркировка. Б3. Блоки чуть-чуть БУ. Совсем как бы мало использовались. Вот такой вот уже с установленным резцом. Вот так зажимается резец. Мне нравится, как они зажимаются. Вот винты, да, крепежные. Давят не на сам резец, чтобы его не продавливать. Даже чтобы следов не оставалось. А через такую пластинку. Тоже, блин, просто классно придумано. Такой резец, да, для прорезной. Или как он? Для канавок. Ну, кто не знает, такие блоки устанавливаются в ЧПУ. В револьверную головку. Вот этим затягивается. Идут они вот в таких коробках. Но коробки не сохранились. Потому что эти БУшные. Фирма называется AeroGlue. Блин. Ну, немцы, конечно, извращенцы. Я всегда это знал. Эротический клей. Чё к чему? В общем, не понимаю. Precision Tooling System. И даже по коробке ты не поймешь, что это какой-то резцедержатель или что-то оснастка. Ну, извращенцы. Так, а здесь вот такой вот идет, смотрите, E2-30 для осевого, для круглого инструмента, да. Тут вот одно и нету одного сопла для СОЖ. Тоже БУшные. Смотрите, расточенное отверстие здесь должно быть 20 мм. Оно расточено, по-моему, на 26. Ну, 26 это тоже идет на инструмент. Там наш советский стандарт какой-то. Так, следующая вещь. Валтек. Валтек. Швейцария. Понятия не имею, для чего это. Тоже мало-мало БУ. Зажимали уже. Сюда устанавливается пластинка. Что она делает? Не знаю. Такой вот ход регулируется. Винтов нету. И разделяется он на три части. Это все можно посмотреть в интернете по каталогам. Так, Волтер. Ну, это обычный резец, да? Тоже левый. Ну, или для ЧПУ, как бы, это нормальный резец. Ну, только вот эта державка без внутренности. Какая-то здесь пластмассовая палочка. Не знаю, что ее делает. Подключает что-нибудь. Это вот такие цанги с хранения. Немного проржавели. Ну, и зачищаешь, как бы, там ничего страшного нету. На точности практически не скажется. Такие все. Три штуки одинаковых. 16 мм. Размеры потом посмотрите на странице товара. Сейчас не помню. Так, вот такая вот. Тоже цанга. Швейцария. Свис. На 21. Тоже качество офигенное. Ну, вот даже, смотрите, вот, прикасались пальцами. И отпечатки, отпечатки пальцев ржавчином началась. То есть, даже трогать не рекомендуется его. Вот какая-то гора нарисована. Уолтер Даннер. Уолтер Дюнер. Не знаю. Он даже телефон есть. Можете позвонить. Ну, это какая-то специально затяжная цанга. Или в шпиндере, или куда-то с резьбой, да. И со шпонкой. Вот такая цангочка. ER-16. Искар. Да. Израильская. Так, вот такой вот резец. Я его достал уже, посмотрел. Державка. Ну, само лезвие. Гриб-лок. Далее, якобы, к нему вот эти пластины. Но они не подходят. Отрезные пластины, да. Другой системы не подходят. Поэтому тоже хотел себе оставить. Ну, на продажу. Helmut Land RR. Отрезные канавочные. Так, дальше идут сверла. Чехословацкие сверла. Диаметр 6,85. Гасили точность. HSS Cobalt. То есть быстрорез Cobalt. Ну, наш R6-75K5. Аналог, да. Тоже хорошее качество. Шлифованные, полированные. Класс. Так, ну, это обычное сверло, да. Второй конус. Диаметр 15. И видите, покрыто все. Ну, или оксидирование, да. Может быть, даже износостойкое покрытие. Может, просто оксидирование. Не знаю. Фирма Titex Plus. Ё-моё, да что ж такое? Какие-то эротические названия. Это Sex Shop. Следующая. Фирма YG1, да. YG1. Или Корея. Или что-то типа этого. Или Китай. Так, вот такое сверло с пастой. Такая везде паста идет антиприхватная. Или как она? Чтобы не закусывала винты. Так, вот такое сверло. Как оно называется? Корпусная или по-английски холдер. Вообще держатель. Сюда вставляется пластинка, да. И винтами просто тупо прикручивается. Тоже СОЖ. Подача СОЖ. Не понимаю вообще, как можно просверлить вот отсюда отверстие. И чтобы оно вышло вот здесь. Причем, если провести вот так линию, оно должно выйти сюда. То есть сверлили, ну, наверное, не так. Ну, как-то все равно под углом, чтобы выйти вот сюда, в центр. Скорее всего, там трубка идет где-то до сюда, да. Потом вот так вот просверлил. Офигей. Стандартный хвостовик. Где-то на 20, наверное. Так, вот сверло побольше. 25,5-26. Тоже винт уже вкручен. Хвостовик такой серьезный. На 30, наверное, да, или 32. Пластин пока к нему не дали. Есть вот такая вот пластина. Но я думал от этого. Но она мелковата. Это на 23. И не подходит. Эти тоже свои стандарты везде. Genesis или Gen3 SIS. Тоже все оксидированное. Или износостойкое покрытие. Так, дальше у нас пойдут всякие зенковки. Зенкеры, зенковки. Это у нас Sumitomo. Япония, наверное, да? Ну, Made in Germany. Хотя название явно японское. Ну, не суть. Вот такая зенковка или зенкер. Может быть, как фреза работает. И пластины, смотрите, все разные. Тут маленькая. Побольше. Еще больше. Тоже паста. Это для затяжки винтов. Anti-sizure lubricant. То есть маска противоприхватная. Тоже такая державка серьезная. Ну, вот угол не знаю какой тут. Можно посмотреть по справочнику, по каталогу. Так, вот такая вот зенковка или зенкер. Чамферинг, милингкатер. Чамферинг это фаски. Фаскосниматель. Ну, то есть зенковка. Фирма Гарант. Так, маленько БУ. И тут я, по-моему, смотрел пластины не все. Маленький задирчик такой. Куда-то въехали. Ну, надеюсь, ничего не сломано. Тоже куда-то устанавливается. В какую-то оправку. Вот такая вот фреза или зенкер. Диаметр где-то 60 миллиметров. И угол, ну, скорее всего, 90-90, да, между этими. Так, вот такая штука. Ребята, еще раз напоминаю, что эти товары вы можете посмотреть на Директ Лотят. На моей странице. А также не забывайте подписываться в группу ВКонтакте, где я анонсирую инструмент, который будут продавать. В том числе и станки. Там другое оборудование. И не забудьте подписаться на этот канал, конечно же. На котором мы будем делать такие небольшие обзоры инструментов. Которые проходят через мои руки. Дальше идут вот такие зенкеры фирмы Гюринг. Давайте поглядим, что они из себя представляют. Вот такой зенкер или цыковка. Такая цыковка или зенковка. Очень специальные такие зенкеры. Я не знаю, может быть их затачивают уже как бы самостоятельно. А идут в виде таких заготовок. Определенный диаметр у них. 8,2 это сюда, наверное, вставляется направляющая цапфа. Вот так вот, такая заточка. Это значит делает плоскость, а это снимает фаски. Вот такие специальные зенкеры. Вот такой вот вообще навороченный. Смотрите, какая заточка сложная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поверхности обрабатывает. Вот хранение маленькое. Хвостовик прожавел. Вообще не представляю, где такие могут использоваться. Что за должно быть отверстие, для обработки которого нужна такая сложная форма. Пластины напаянные. Паечную пластину видно. Медную, да. И напаянные пластинки твердого сплава. И заточено вот так вот. Не знаю, может это для обработки разных отверстий применяется такой универсальный инструмент. Очень сложная заточка. И смотрите, как бы во всей нашей литературе, в наших книжках всегда можно встретить рекомендации. Притуплять режущие кромки, вот эти уголки, чтобы не поскалывались. Но тут заточено вообще острое, как бритвы просто. И острые углы. Никто ничего не затупляет, не притупляет. Острейшие просто страшно брать в руки. Вот такой вот инструмент. Пытался, короче, пробить их по каталогу. По этим, по номерам, по всем вообще нету. Не пробивается даже по интернету, по общему поиску. Это может быть какой-то инструмент, специнструмент на заказ идет. Фиг знает. Такая циковка или зенкер. Тоже какая-то сложная форма. Здесь и радиус, и внутренняя поверхность обрабатывается. То есть и для наружного течения, и для внутреннего очень сложный инструмент. Посадка уже другая. Качество, конечно, офигенное. Все выполнено вообще идеально просто. Обращаться следует осторожно, потому что вот уронишь и просто разрежешь себе руку. Очень острый инструмент. Так, и вот здесь тоже сложнейшая какая-то конфигурация. Разные пластины, причем такие, такие. Сначала этими режет, потом этими. И фаску снимает. Ну, это или ступенчатые сверла, как-то не называется. Ну, по-немецки, зенкер. Вот, зенкер и все. Очень сложный, специфический инструмент. Может, заточен под определенную работу. Сбалансирован, видите, балансировочные отверстия высверлены. Так, ну давайте перейдем к чему-нибудь более понятному. Вот такая фреза. Кстати, русский производитель, наш Ski-Fem. Такая отрезная фреза. Или как она, канавочная. Для прорезки канавок диаметром 100. Толщина, по-моему, 10 миллиметров. Вот такая посадка. Тоже насадная. Ну, может, на горизонтальный шпиндель, на вертикальный. И такие вот пластинки. Очень жесткая. С такой, с бабышкой. Производительная. Так, следующая вещь. Это вот такая оправка C8. Вот тоже, скорее всего, Sandvik. Вот такая вот посадка у нее треугольная. Да, как она называется? Полигональная или как-то так. Это для дисковых фрез со шпонкой. Вот такая оправка. Вот еще одна оправка для фрез, для сверл. С такой цилиндрической посадкой. А здесь, видимо, такой стандарт идет. Может, еще какой-то тут переходник. Может, в шпиндель так крепится. Не очень разбираюсь в этом импортном инструменте. В их стандартах. Это фирма тоже немецкая. Яроглу. Посмотрите, какое качество. Все шлифованное. Все закаленное. Отбалансировано. Все шлифованное. Все блестит. Это примерно вот для таких сверл. С таким хвостовиком, да? Как раз он тут и зажимается. Смотрите, очень точная, очень плотная посадка. Без люфтов. Буквально там соточные допуски. И все вот так зажимается. Вот вам сверло с оправкой. Офигенная вещь. Так, это у нас абразивный инструмент. Заточной круг. Кубический нитрит бора. КБН. КНБ по-нашему, да? Ну, такой небольшой. Где-то 78 миллиметров. Это идет на заточные станки. Довольно распространенные. Эльборовый круг. Вот такая еще мелочь. Это какие-то кассеты для сборки резца. По-моему, для расточных головок. Сюда вот маленькие-маленькие такие пластинки. Какие-то облегченные головки там с алюминиевыми удлинителями. Кайзер. Тоже Швейцария. Так, дальше у нас идет цанговый патрон. С такой же посадкой. Не знаю, как эта посадка называется правильно. Но довольно распространенный стандарт. Секо. И что-то подтягивает название на сексуальные темы. Это довольно известная фирма. По-моему, Швеция. Вот такой цанговый патрон. Слегка БУ. Вот следы установки. Видите, в станок. Микроцарапины. Но внутри не видно вообще, чтобы использовалось. Как новое. Абсолютно никаких следов. То есть, посадочный конус. Какая гайка. Почему-то Шаоблин. Д29. Какой-то стандарт вот этих цанг. Д29. Тоже качество отменное. Просто идеально все сделано. И запасная гайка идет. Тоже Шаоблин. Точно такая же. Так, а вот. Сандвик. Блин. Я бы сказал, в подарочной упаковке. Представляете, как сделано. Как подарок. Тоже запчасти. Винтики. Смазка. Давайте посмотрим. Так, это фреза. R790. 50 миллиметров. Вот такие пластины здоровые. С рифлением, да, посадка. Площадка с рифлением. Рифленые какие-то пластины. Тоже офигенно. Вся черная. Анодированная. Вороненая. Тоже офигенное качество. Класс. Ну вот, смотрите, ребята. Звезда сегодняшнего выпуска. Вот такая фреза. Сандвик. R590. Швеция. Шведская фирма. Смотрите, какая фреза. И оснащенная пластинками из поликристаллического алмаза. Смотрите, алмаз. Эти кончики, вот эти углы. С искусственным алмазом. Офигеть. Острейшая. Просто острая, как бритва. Страшно даже в руки брать. Какое качество. Посмотри. Вообще, какая-то адовая фреза. 20 тысяч оборотов. И алмазные пластины. Каждая такая пластина, где-то по косарю стоит. Офигеть. Страшная вещь. Но, правда, идет без коробки, без упаковки. В таком виде. С резинкой только. Ну что, ребята, давайте закругляться. И последняя вещь. Смотрите, ну, взял на пробу. Это какие-то высокие нанотехнологии. Магнитная суспензия. Вот такой фирмы Хеллинг. Тоже немецкая. Я там почитал. Это применяется для порошковой дефектоскопии. Ну, там найдете, по ссылке найдете, что это за дрянь. Почитаете. Для определения микротрещин в металле. Ну, допустим, в сварочных швах. Или вот поверхность после цементации. Или вот даже поверхность шпинделя. Да, если покрывается микротрещинами, практически невидимыми. То вот это вот выявляет их. И наносится сначала там белая, ну, или цветная краска. А затем наносится вот эта вот магнитная. Тут магнитные частицы размерами 4 микрона. Ну, и взвесь вот этих вот металлических частиц наносится. Мы потом как-нибудь попробуем, потестируем. И наносится вот на поверхность. И на ней становятся видны вот эти микротрещины. Применяется в самолётостроении, там, в космических каких-то областях. При изготовлении деталей для атомной промышленности. Ну, вот такая штука. Загуглите, посмотрите. Тоже интересно. Ну, вот, ребята, получился вот такой обзорчик. Ещё раз напоминаю, что весь инструмент можно приобрести на Директ Лоте. Анонсы я выкладываю в группе ВКонтакте. Так что подписывайтесь туда. Также не забудьте подписаться на этот канал, в котором я буду делать такие мини-обзоры. А на этом пока всё. Всем пока, удачи! Ну, подозреваю, что некоторые скажут, зачем покупать импортный инструмент? Есть же русский. Ну, давайте посмотрим на наш... Еб... Чёрт, мои глаза, я ослеп. Что это? Какое... Сейчас модно писать в комментариях, да, какую страну просрали, да. Ну, вот, смотрите, чем мы работали в советские времена. С этими, блин, убогими ковырялками. Да до сих пор бы этим работали. С этими, блин, убогими ковырялками. Музыка